Всем привет! С вами Брэдлов и сообщество кланов Рабу. И перед нами бой на карте Южный Берег между 33-й Харьковской Гвардейской и кланом Слипи. Итак, смотрим от лица 33-х. Сетап. Три барабанщика, из которых два Хэвика и один Писян Б. Три Семерки, два Батчата и СТБ, три Советские СТшки, две ПТшки 2-6-3 и одна Арта. Смотрим разъезд. Большинство сил, как мы видим по миникарте, уходят на ноль. Семерки рашат восьмую. Барабанщики остаются сверху. 50Б едет вместе с рашем. Одна из семерок приотстала, но это не критично. Сейчас симки подожмутся вот сюда. Хэвики смогут прострелить вот эту вот область. Арта сюда уже сведена. И раш пойдет вперед. В последнее время тактика достаточно популярная. Причем что с одного респа, что с другого. С этого респа, конечно, сложнее рашить здесь. Но с этого так играет большинство. Хэвики разламывают домики. СТшки собираются. И сейчас будет выход вперед. Как минимум одна-две СТшки. Сюда отправляются любой команды для просвета нуля. Видим, что просвет был отвратительный. Увидели раш спаи только когда они уже прошли вперед. Так делать, разумеется, нельзя. Просвитчивать надо было с центра, чтобы раши увидеть. Ну и в результате спаи поплатились уже одним подчатом. И второй, который за чем-то стоял рядом, также отправляется в ангар. В результате счет 2-0. Где остальные спаи? Если их нету нулю, на нуле. Соответственно, они на 1-й, 3-й вертикали. И сейчас рашат уже на захват. Харьков должен это понимать. Выход семерок. Действительно, прошло 20 секунд после смерти СТшек. Семерки только решили выйти. И что получается? Три семерки 33-х. Играя на откате, выманивая под себя. Остальные семерки спаев. Дают, возможно, всем своим СТшкам и ПТшкам. Безнаказанно это все отстреливать. Непонятно, почему не добирают шотника. Вот добрали. Образуется еще один фактически шотник. Уже точно шотник. Надо добирать. 4-0. И можно забрать 52%. Семерки 33-х получили по паре буквально выстрелов. Теряли как 20%. В 33-м все-таки нужно что-то делать. Скорее нужно возвращаться на базу, дабы не пропустить раш по 3-й и 1-й вертикали. Как мы видим, СТшки спаев начинают подниматься на захват. В 57-м нужно спрятаться, дабы можно было зарядить барабан и в случае необходимости сбить. В 33-м же своих СТшек оттягивают, оставив на центре только ПТшек. Напомню, счет 5-0. Можно было спаев потерять всего одну СТшку, если бы она светила правильно и семерки не полезли бы вперед. Спаи пытаются взять базу. Разумеется, это не получится. Даже если бы 33-й не сразу заметили рашу, вернуться бы они успели. Но рашу они заметили, еще когда вот здесь мы поднимали СТшки, разумеется, они успели вернуться. Соответственно, счет 7-0. Ну и, соответственно, сейчас будет добитие последних сил. На самом деле, единственная серьезная ошибка спаев, это то, что ребята не увидели рашу. Увидели бы они раш одной СТшкой. Выжила бы вторая. В семерки зашли бы тогда не вот сюда, а в город. Тогда бы они не получали с горы. Ну и, разумеется, отправить СТшки на захват при счете 5-0. С другой стороны, что уже оставалось спаев делать, когда счет был 5-0. Поэтому отправить СТшки на захват, в принципе, правильный ход. Это была последняя возможность как-то повернуть бой в свою сторону. Счет 12-1. У спаев остались 3 тяжелые немецкие машины. Но это им никак уже не поможет. 4 минуты боя. Счет 12-11. И на этом, в принципе, все сейчас закончится. Одна машина в ангаре. Не особенно хороший фокус. Надо все-таки добирать одну машину. И желательно в МЛДФ. Ну, в принципе, при таком счете можно даже по своим пострелять. 15-2. Победа 33-х. Четвертыйep. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...